Верня 2023. Проблема возможности и новый взгляд на солому после уборки. Ну, как бы сказать, когда берешь лопату, выходишь на поля и начинаешь копать, у нас по всей стране. Вот сколько я, вот это, по-моему, у меня где-то в Нижнем Новгороде такая фотография. То есть видишь солому прошлого года, может быть, даже позапрошлого года, которая абсолютно не разложилась. Вот это восток Ростовской области. Сверху лежит солома ярового ячменя или азимового ячменя. Стали копать шурф. Видим, прошлогодняя солома пшеницы лежит. Такая же красивая желтая, как и этот. Видно, да? То есть вот красивая желтая. И вот вопрос, что с этим чудом делать? И вообще, что происходит с нашими почвами? Откуда это взялось? Почему наша почва, страдая дисбактериозом, не могут переваривать растительные остатки? Иногда начинаешь копать, там вообще за 3-4 года накопилось. То есть 75 патогенов растений сохраняются на неразложившихся растительных остатках. Откуда все это пошло? Ну и здесь я обычно вспоминаю анекдот, когда мы ставим агротехнологическую задачу. Я агротехнолог. Задачу нужно поставить, потому что каждый этот фермер, каждый собственник земли, он что-то хочет. Ты от него должен понять, что он от тебя хочет, когда он говорит, разложи растительные остатки. Если мы правильно начинаем работать с поживными остатками, что можно вообще получать на поле? И вот, внимание, я читал эту презентацию последний раз неделю назад в Минсельхозе и Республике Татарстан. У них сейчас критическая ситуация. У нас много влаги. У них влаги не было всего 20 дней. Они объявили зону ЧЭС, потому что там нет урожая. Во-первых, где мы находимся? Мы находимся в мире, который был запущен в агромире, в сельскохозяйственном мире, который запущен был в 58-м году в мире. У нас он запущен был в 64-м году. Это модель Нормана Барлауга. Вот это дяденька, который стал пауриатом Нобелевской премии, который предложил систему выхода человечества из голода и вел модель, которая всем известна. Лучший сорт или гибрид, много-много минеральных подобрений, хорошая защита с помощью химии и по возможности полив. Другой у нас в стране просто сейчас нету, и все обсуждения на любом уровне, которые идут, это какие новые сорта или гибриды, как сделать, чтобы мы не зависели от импортных сортов, сколько будет стоить селитра, какая новая химия появилась, и сколько будет дотации по поливу. Вот тут мы застряли и очень серьезно застряли. Ну, дяденька вывел страну, вывел весь мир из голода, на время отодвинул угрозу голода, но что получилось впоследствии? Впоследствии получилось то, что вот это очень дорогая система, где очень много химии, она стала очень дорогой, и мы за последние пять лет два раза оказываемся в зоне убыточного производства, когда цены на зерновые становятся ниже цены реализации, потому что все дорожает, химия дорожает. Вот у нас рентабельность появилась. Потом он взял карликовые растения, которые такие растения эгоисты, ничего не оставляют после себя. Вот табличка интересная, маленькая, яровая пшеница, никаких микробов у нее в корнях нету, хороших нету. Вот фузариум есть, а хороших нету, потому что она не хочет с растениями делиться, она не кормит микробов. С почвами что у нас стало? У нас почвы стали, потеряли структуру, у нас появились мощные уплотнения, у нас влага весной и зимой, она не просачивается, в глубину не накапливается, и вот это вот Алтайский край, вот это Нижегородская область, вот это Тарстан, и мы видим вот эту вот систему, почвы которой начинают у нас умирать. И есть такой интересный фильм «Сад Гуру индийский», что он говорит, если еще 30-40 лет так продлится, то наши площади не смогут прокармливать миллиард 400 миллионов людей, которые будут лишними, которые невозможно будет прокормить ввиду резкого падения урожайности. То есть мы сейчас на грани балансируем. И вопрос такой, где резерв? Мы придумали систему адаптивно-биологизируемого землетелия, где грамотная защита растений химии плюс биологии, восстановление плодородия через работу с полежными остатками, дробные некорневые подкормки удобрений по фазам развития и сберегающие землетелие, стриптилы и наутилы. И минитил, только хороший минитил, не тот, который у нас есть. И вот восстановление плодородия почвы через работу с пожарными остатками. Потом мы придумали вот эту вот с институтом сельхозмикробиологии стратегию коррекции управления микробными цинозами. Коррекция – это исправление микробных цинозов, где мы работаем микробными препаратами сложными. Я потом буду объяснять сложные микробные препараты, когда мы вместе с химией добавляем их, на семена их добавляем, на растительные остатки добавляем. И вот вы говорили, что нужно убрать инфекцию с почвы. Вот этот вот как раз тот способ, который у нас отработан с 2005 года, то есть на сегодняшний день это уже фактически 20 лет, мы работаем в этом направлении. У нас все сделано. Все. И статьи написаны, и техника есть, и производство есть. Все у нас сделано. По микробным препаратам. Оказывается, существуют архаичные препараты также. Про современные скажу попозже. Была такая вот ассоциация, синтрофная микробная ассоциация, 500-й препарат, роговый компост. Самое интересное, что выяснилось, что в районе Миллерово, где были немецкие поселения, она использовалась, так называемый роговый компост. Ее, эту тему продвинул Алекс Подолинский в последние десятилетия. К сожалению, несколько лет назад умер, дожив почти до 100 лет. Он сделал миллион гектаров в Австралии по этой системе, по бидинамическому земледелию. Я с ним лично общался, и он говорил, что когда мы видим вот эти почвы, что здесь нужен вот этот 500-й микробный архаичный препарат, чезелевание и культура со стержневой корневой системой, чтобы которые могли все это закрепить. Вот это вот так называемый роговый компост. То есть, когда в рог коровы, которая родила трех телят, забивается специальный навоз, глиняная пробка закапывается, потом сколько-то это вызревает на глубине полуметра. Но это есть технология. И потом ее вытряхивают, болтают в воде и поливают поля вот этим микробным препаратом для разложения пожелинных остатков и для восстановления почвы. В общем, кому интересно заниматься такими любительскими делами, он может в интернете найти, как это все готовится, и может все это дело попробовать. Мы работаем с промышленными препаратами, потому что мы создали функциональные аналоги. У нас берешь канистру, наливаешь в опрыскиватель, или наливаешь это на дискаторе, бочка стоит, он сразу работает. Или можно, обрабатывая солома микробным препаратом, сделать лекарство для почвы, микробное удобрение, восстанавливающие почву. Нет, потому что микробы, когда приживаются на соломе, на обработанной, они съедают солом, их становится много. Они могут занимать до 30% от соломы. То есть, если на соломе урожай был на поле, там 50-60 центнеров, 5-6 тонн соломы осталось, и когда микробы съедят эту солому, там будет 20 тонн микробов, которые потом будут эту землю восстанавливать, рыхлить и так далее. Но это же лучше нам, это же чем триходермой, как это сказать, побрызгали, солому убрали. Вот это правильное желание. И вот что такое моноштамовый препарат или синтрофон. Что выбрать? Оказывается, что можно создавать микробные ассоциации, где каждый микроб зависит друг от друга. И мы пошли этим путем, потому что, потому что, потому что, когда они приживаются, микробы, они лучше приживаются, вот эти синтрофоносации, даже лучше, чем триходерма. То есть, он прижился, он зацепился за почву, потому что обыкновенные микробы, микробные препараты, микробы из них, они не могут приживаться в почве. Мы создали микробные препараты для разложения соломы, и еще эти микробы, разлагая солому, могут приживаться в почве. Мы сделали сейчас сложный препарат, как бы не сейчас, уже там больше 10 лет тому назад, там 15 микробов. И там самое интересное, мы посадили микроб, который проедает вот эту токсическую зону, вот эти выделения микотоксинов, которые дает фузариум. Я говорил, что фузариум, когда солому ест, он ее ест 3 года, и он никого к себе не подпускает. Вот у нас в микробе есть, в микробном препарате есть микроб, который проедает эту токсическую зону, и мы можем выдавить фузариум из почвы вообще на 100%. Это про тот, который говорил, что его можно применять в защищенном грунте, мы проверяли. На обычных посевах просто нужно его применять больше, чем 3 года. И мы выдавим все патогенные микроорганизмы, которые там есть. По скорости разложения, по скорости разложения у нас на данный момент 3 нивы, микробный композит Нива-А самый быстрый, и мы советуем начинать с микробного композита Нива-А. Там действующий компонент актиномицетный, очень быстро. Самое главное, еще он показался хорошо, уборки кукурузы поздней осенью, когда становится холодно, он работает при очень низких температурах. Потом самый распространенный препарат у нас, микробный композит Нива-Б плюс 30, там работают микробы, выделены из кишечника лошади, ну те, которые солому разлагают, и кроме них еще 14 других микробов, которые делают почву. Потом у нас есть Нива-Японский препарат, и еще у нас есть препарат для ноутила, потому что тут главная задача убрать патогены, а не скорость разложения соломы. Там с одной стороны нужно накапливать растительные остатки, а с другой стороны нужно, чтобы патогены не накапливались, а мы видим, что на полях ноутил, у них большая проблема с патогенами, поэтому вот на ноутил мы тоже сделали специальный препарат. Еще препарат для риса есть у нас. Теперь, как мы обычно работаем? Год-два работаем Нива-А, потом мы работаем Нива-Б или Нива-Б плюс GP, если сильное уплотнение почвы, нам почву нужно разуплотнить. Цена у них абсолютно одинаковая, технологии применения абсолютно одинаковые, то есть самое главное просто начать с ними пробовать, и на Ниве-Б мы получаем на Ниве-А мы получаем плюс 15 к основному урожаю, 15 центнеров на гектаре, 15-16 в условиях юга России. И вот жечь или не жечь, вот я показывал, не разложившись соломы, вот это мы с 2010 года, когда Нива-А запустили, потом вот она дает такой биресоватый цвет, это Ставропольский край, азимый азимый чмень по убранному подсолнечнику. Вот как он развивается, вот какое развитие растений мы видим, мощное, активное развитие растений. Когда на дискатор ставили бочку, ставили насос, и вот эта вот разводочка была, потом появились появились у нас такие установки, когда можно бочку и два куба ставить, если на дискаторе есть опорные колеса или опорный каток. Если катка нет, там много не поставишь, болтать будет конструкция. Вот это мы стали ставить двухтонные бочки, и вообще у меня получается вот сейчас в Воронежской области и в Тамбовской области, вот Мичуринские районы было ребят, они ставят на тест 150 тонны бочку и всего две заправки за день. Работают, когда влага есть, на 50 литрах раствора, когда влаги нет, нужно увеличить до 150, до 200, потому что бывает, когда убирают сплошная сушь. Но в Ростовской области в этом году влаги хватает. То есть нормально сделать две заправки за дневную работу. И вот разница. Когда говорят о том, что у нас мозаичное плодородие полей, что у нас нужно применять дифференцированное внесение удобрений и так далее, я говорю, что ребята, это вчерашний день, это большие затраты, это очень много хлопот, а плодородие почвы, оно полностью привязано к тому, что мы называем биологической активностью. Если мы за счет обработки соломы микробными препаратами, восстанавливающими биологическую активность работаем, вот у нас получается разница одно и то же поле. Мы видим на одном четко выраженную мозаичность в половине слева. На правой стороне у нас выровненные посевы, и мы можем полностью выровнять и убрать эту мозаичность за 500 рублей в год. Сколько это стоит? Грубо говоря, процесс восстановления почвы по этой технологии занимает 4-5 лет, цена вопроса 500 рублей, и за 5 лет 2-500 рублей на гектар. Основные вопросы. Повышение затофиксирующей способности почвы, повышение влагоемкости почвы, способ восстановления структуры почвы, способ управления стратегиями взаимодействия растений и микроорганизмов. Сколько можно хотеть? Вот я разбирал здесь, сейчас там подробности технологического подхода таковы. Если мы говорим про общую биологизацию, есть вот такой уровень биометода, он крайне ненадежный, он дает от минус 5 до плюс 15 процентов прибавки урожая. Биоконтроль нам дает от 40 до 250 процентов урожая. И технология создания устойчивых цинозов дает генетический потенциал растения. И это все запускающий момент, это работа с пожниными остатками. Вот что мы видим. У нас товарные знаки стимикс, фитостим, аграфитостим и нива. И два слова буквально по хозяйству, с которым мы работаем мест фабрика Росплощадей от 2500 до 2000 до 7000 гектаров. Там растет только яровая пшеница новосибирской алтайской селекции, увеличение урожайности с 34 центнеров с гектара до 70 90 центнеров с гектара по сортам, лучшая по роду 108 центнеров с гектара, не участки поляя-поля. И у соседей урожайность 18-22 это было передовое хозяйство, сейчас оно фактически увеличило по ряду сортов два раза генетический потенциал. Вот я в руках держу букет яровой пшеницы 85-дневной вместо вместо 34 зернышков там 40 зернышков у нас 71-80 вот такой вот хороший наполненный колос поэтому нужно рассматривать метод работы с пожарными остатками как ключик как золотой ключик за который там воевали Буратино и все его друзья в кавычках и применять эти методы которые доведены до хозяйственного использования не на уровне эксперимента а массово используются по всей стране они должны быть внедрены максимально по всей стране